Неспокойный Сенат. Американских парламентариев что ни день, то новый повод для волнений. Кого арестовали у стен Капитолия? С последними новостями из Вашингтона Дмитрий Анопченко. 40 человек арестовала полиция Капитолия просто у стен знаменитого здания. Слишком уж шумной оказалась акция протеста, которую устроили противники Трампа. Хоть и собрались на нее в основном женщины. В руках у них плакаты «Не забирайте здравоохранение». Америка расколота. Богатые поддерживают отмену Обама Кэр. Мол, не хотим платить за бедных. А те, у кого доходы скромные, опасаются остаться вообще без медицинской помощи. Отменить главную реформу жизни своего предшественника Дональд Трамп пытается давно. И пока что ему не хватает всего лишь нескольких голосов. В том числе и представителей своей же собственной партии. А вот что касается военного бюджета, то тут ни проблем, ни противоречий практически нет. Новая команда намерена сократить все, что можно. Но направить деньги армии и находит поддержку. Сенатский комитет по вооруженным силам, а в нем и демократы, и республиканцы, сейчас без проблем одобрил военный бюджет страны 2018. Крупнейшее повышение военных расходов со времен Рейгана Пентагону выделят 640 миллиардов долларов. И еще дополнительно 69 миллиардов на проведение военных операций за рубежом. Это в 20 с лишним раз больше, чем бюджет всей Украины. При таком огромном военном бюджете смогут ли Соединенные Штаты оказать финансовую помощь Украине? В документах Конгресса, которые мы сегодня получили, содержится ответ на этот вопрос. Там предусмотрено в отделении Киеву порядка 500 миллионов долларов военной помощи. А еще есть отдельная строчка о выделении летальных вооружений. Комитет Маккейна эти нормы сейчас поддержал. И по прогнозам их поддержит и зал. А вот что касается оружия, последнее слово будет за Дональдом Трампом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.